Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа «К нам приехал» на телеканале «Ля Минор» и я ее ведущий Виталий Волин. Декабрь, друзья мои, Новый год грядет. И, конечно же, у нас приурочен к этому замечательному празднику свой праздник. Праздник в студии телеканала «Ля Минор». Группа «Лесоповал». Встречайте! А вышел я со справочкой, такой продолговатой, Без даже фотографий, Без никаких следов. А вроде как остался я, Навечно виноват. И тридцать девять для меня Закрыто городов. А до варька, пожалуйста, А дальше нам не светит. Так жили мы за лёточки, А может быть, и вы на этом приблизительно. В 101-м километре От Ленина и Сталина И матушки Москвы. 101-й, 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 Бросай якоря, А там за 101-м опять лагеря. Ну ладно, оклемаемся Кого-то от Валтузин, Какую-то буреточку В сельпе приобретём, Чё не-то на хлебушек Погрузим и разгрузим, Отметимся у опера И будет всё путём. 101-й, 101-й, Бросай якоря, А там за 101-м опять лагеря. 101-й, 101-й, Бросай якоря, А там за 101-м опять лагеря. 101-й, 101-я провинция Балдеет и скучает, И нам из этой серости Не вырулить никак. Но женщины, но женщины, Они нас выручают, И в некоторых случаях Вступают с нами в брак. 101-й, 101-й, Бросай якоря, А там за 101-м опять лагеря. 101-й, 101-й, Бросай якоря, А там за 101-м опять лагеря. 101-й, 101-й, бросай якоря А там за 101-м опять лагеря А там за 101-м опять лагеря Следующую песню мы хотим посвятить Всем-всем девушкам с прекрасным именем Соня Мы пили спирт и водку и т.п. А после хлорофос и политуру Ах, Соня, я бежу из ЛТП Снимаю я свою кандидатуру Ах, Соня, я бежу из ЛТП Снимаю я свою кандидатуру Соня, Соня, Сонечка Ты была как солнышко Ты была как солнышко в дымке голубой Соня, Соня, Сонечка Моя птичка Сойечка Вот и отлетали мы с тобой Вот и отлетали мы с тобой Ах, Соня, это было все вчера А сейчас с утра я пью кефир в пакетах А вас катает всякая урла На бешеных своих мотоциклетах А вас катает всякая урла На бешеных своих мотоциклетах Соня, Соня, Сонечка Ты была как солнышко Ты была как солнышко в дымке голубой Соня, Соня, Сонечка Моя птичка Сойечка Вот и отлетали мы с тобой Ах, знали бы родители твои Что я в тебя влюбился выше крыши Но доступ к телу, чтобы без стати Я знал он с восемнадцати и выше Но доступ к телу, чтобы без стати Я знал он с восемнадцати и выше Соня, Соня, Сонечка Ты была как солнышко Ты была как солнышко в дымке голубой Соня, Соня, Сонечка Моя птичка Сойечка Вот и отлетали мы с тобой Вот и отлетали мы с тобой Ах, Соня, у тебя все впереди Придет конец твоим акселератам Ты все забудешь и еще гляди Распишешься с народным депутатом Ты все забудешь и еще гляди Распишешься с народным депутатом соня соня сонечка ты была как солнышко ты была как солнышко в дымке голубой соня соня сонечка моя птичка . воды отлетали мы с тобой соня соня сонечка ты была как солнышко ты была Как солнышко в дымке голубой Соня, Соня, Сонечка, моя птичка, Сойечка Вот и отлетали мы с тобой Группа «Лесоповал» у нас в гостях, дорогие друзья Это радостно Друзья мои, всем вам низкий поклон Здравствуйте, спасибо, что посетили нас Радуете своими песнями Значит, я, насколько понимаю, буду общаться со Стасом и со Славой Кто из коллектива с первого дня здесь? Ну, с первого дня у нас наши танцоры И вообще было бы замечательно, Стас Было бы здорово, если всех объявить, конечно Начнем тогда слева направо Олег Гонтарь, наш новый участник группы Клавишник, солист, композитор В новом альбоме будет уже его новая песня, которую он сам сочинил Он, наверное, жировщик, делает песни Очень талантливый человек, интересный Дальше Владимир Алипов, гитарист наш Саша Лошаков, наш неизменный барабанщик Веронин Смирнов, танцор Один из самых корифеев Он самый первый пришел в Весоповал И привел второго танцора И опять же, это ритм секции, смотрю Ну да, они подпевают и подыгрывают Константин Родионов, клавишник Тоже несколько песен поет у нас в коллективе Стас Волков, гитарист, солист группы Вячеслав Величковский, бас-гитарист, тоже солист группы И Владимир Алимович Соловьев Уважительно так Ну потому что, как я уже говорил, Владимир и Вениамин Они с первого дня существования группы Они как бы наши самые корифеи Насколько я прочитал в интернете История группы идет с 1990 года Но насколько я край муха услышал в гримерке Что немножечко все не так Что с 92-го как-то все началось Где правда? Ответь, пожалуйста, Таш Ну, нет, я, честно говоря, этого знаю только по написанному А вот Володя может рассказать об этом по-настоящему Да, и Вениамин тоже Они в этом участвовали, мы в этом не участвовали, к сожалению Судя по нашим беседам с ребятами С мая 92-го Да, с мая 92-го года уже официально началась, так сказать, жизнь группы Лисопова Ясно А инициатива шла, естественно, от Михаила Саевича Таневича Да, но изначально, изначально Инициатива исходила от его жены Лидии Николаевны Козловой Это как она рассказывала, что Она предложила ему создать группу И рассказать Потому что Михаил Саевич, как все знают Все-таки был в местах не столь отдаленных Что называется И она предложила ему создать вот такую группу Чтобы рассказать об этих самых местах И о тех людях, которые там проживают Насколько я помню Вообще хронологию Какие песни Михаил Саевич писал в свое время Там, ну, взять Если с другом вышел в путь На медведя я друзья Вот, но это с малолетства просто практически все знают Вот, и масса других песен Ну, действительно, тоже 60-70-е годы Для меня было, честно говоря, большим Откровением И я, честно говоря, очень удивился Что человек, в принципе, пишущий такие хиты На которых выросла, в принципе, вся страна И тут, откуда ни возьмись Лесоповал Серьезные ребята Ну, не надо забывать С серьезными глазами С серьезными лицами Вообще, по каким критериям Велся отбор в коллектив? Ну, Стас Ну, наверное В первую очередь Это профпригодность Чтобы Человек петь умел Понимал в музыке что-то Хотя бы И потом Как он душой чувствовал Эти стихи Михаил Саевич смотрел Как мы их исполняем То, что он говорил Петь, в принципе, не надо Пусть в консерватории поет Вы донесите текст Самое главное До человека Ну, мы считаем, что петь тоже И стараемся это делать Он смотрел Вообще, когда шла студийная работа Вот песни записывались Михаил Саевич присутствовал? До самого последнего альбома Он всегда присутствовал На записи каждой песни И вносил свою черту обязательно Выступал Ну, насколько я понимаю В качестве не только продюсера Который просто толкает коллектив Но и вот За каждую песню он отвечал Мало того, он еще показывал танцы нашим ребятам Да Он находил изъяны в танцах И подсказывал, как правильно делать Как на зоне это делали Потому что здесь как-то все получалось у них Очень Рафинированно Да, как-то Классически А он подсказывал Долго ли мучил вокалистов, скажем так Михаил Исаевич на студии? Вот что добиться именно того результата? Ну, не сказать, что много Но так подсказывал Были моменты, когда подсказывал, как надо Какие интонации Где-то что-то Ну, какие-то нюансы Так как Лидия Николаевна была, в принципе, инициатором Всего вот этого замечательного действия Под именем Лиса Повал Какие она? Вот вносила ли коррективы? Или она вот тихонечко за всем смотрела И говорит, это хорошо, это не очень хорошо Или более жесткий какой-то Нет, как она сама говорит Она только предложила И когда он согласился, дело пошло И тут она просто со стороны наблюдала Все делал Михаил Исаевич Ну, может, какие-то у них там внутри были какие-то разговоры Но мы этого не знаем Вот Да нет, Михаил Исаевич говорил, что они с Лидией Николаевной Постоянно даже баллы спорили по поводу каких-то песен Но при нас это никогда не было Да, при нас не было Ясно В каждом коллективе практически у главенствующего человека, скажем так, есть своя кличка Допустим, там, мама, или там, папа Если это солист или кто-то, ну, глава коллектива У Михаила Исаевича какая кличка была? Михаила Исаевича дедушком Дедом называли, да Ну, хотя мы всегда говорим, что он был нам как отец родной Вот, ну, а между собой мы его дед называли А, ну, это только за глаза, как бы, да, дед? Ну, конечно, так-то мы ему не говорили в глаза Привет, дед Михаил Исаевич? Ну, конечно, Михаил Исаевич, естественно Ясно Заботливый был человек по отношению к коллективу? Конечно, очень Очень заботливый, потому что, ну, у меня так вот жизнь моя сложная, что я Михаила Исаевича, когда при его жизни, я его видел чаще, чем своих родителей И при каждом же встрече он всегда спрашивал, как семья, как дети, как здоровье, как все, очень часто Он обижался, если мы к нему долго очень не приезжаем, гости там, не просто по делам, а просто, если бываете в Москве, заехайте ко мне, если рядышком И всегда был рад, когда мы приезжали к нему домой Вообще, семья Михаила Исаевича, они очень гостеприимные, у них всегда накрыт стол угощение имеется Войдешь, неизначай просто зайдешь, там всегда накрыт стол Очень гостеприимные люди Какие инструменты у Михаила Исаевича дома были, если помните, и владел ли каким-либо инструментом? Гитарю Михаила Исаевича играл Играл, да? Да Ну, у него стоит дома рояль электронный, потому что к нему приходят композиторы и показывают свои песни, они играют на этом рояле Предлагаю послушать следующие песни, а следующие песни, о, пальчики А на учете я не состою Мы с этим делом четко завязали Да лучше я под краном постою Чем бегать по карманам на вокзале На работу я в чистом клифте Еду утром все в том же трамвайчике А Петровка в шкафу в темноте Все хранит мои черные пальчики А Петровка в шкафу в темноте Все хранит мои черные пальчики Пальчики, пальчики, пальчики Пацаны эти выдумал злодей Из жуликов прошу я трали-вали Не надо, не воруйте у людей Ведь их и так без вас обворовали На работу я в чистом клевте Еду утром все в том же трамвайчике А Петровка в шкафу в темноте Все хранит мои черные пальчики А Петровка в шкафу в темноте Все хранит мои черные пальчики Пальчики, пальчики, пальчики А на учёте я не состою Но мусора от Томска до Ростова Писали биографию мою В пяти домах, как житие святого На работу я в чистом клифте Еду утром всё в том же трамвайчике А Петровка в шкафу в темноте Всё хранит мои чёрные пальчики А Петровка в шкафу в темноте Всё хранит мои чёрные пальчики Пальчики, пальчики, пальчики ПЕСНЯ А Петровка в шкафу в темноте Все хранит мои черные пальчики, 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 пальчики Пальчики, пальчики Королева Марго Дочка Паши карманника в танцевальном кружке Проводя вечера, как-то выросла вдруг Тут и началась паника Мы признали ее королевой двора Королева Марго Маруся, дворовая красавица Королева Марго Маруся, я к тебе придорщал Жизнь папани, конечно Она других не касается Но балерины и жуликов я пока ни одной не встречал Лезли к ней мужики А кто хотел, не протырился Мужиковская дурь Завсегда напролом, но она мало всту Королева противилась Так никто во дворе И не стал королем Королева Марго Марго Маруся, дворовая красавица Королева Марго Маруся Я к тебе придорщал Жизнь папани, конечно Она других не касается Но балерины и жуликов я пока ни одной не встречал Что с ней стало потом Много слухов я лозила Вышла замуж в Ростов И еще шу-шу-шу-шу Будто взяли ее В лебединое озеро Подтвердить не могу Я в балет не хожу Королева Марго Маруся Воровая красавица Королева Марго Маруся Я к тебе придорщал Жизнь папани, конечно Она других не касается Но балерины и жуликов Я пока ни одной не встречал Жизнь папани, конечно Она других не касается Но балерины и жуликов Я пока ни одной не встречал Группа Лесопова у нас в гостях Дорогие друзья Это радостно Ну, я не знаю, к кому обратиться К Славе или к Стасу Наверное, к Стасу Стас, вот первые концерты Какие они были и где? Все-таки очень специфический Репертуар, согласитесь И продвигать Продвигать этот материал Было, ну, мне кажется Достаточно проблематично Даже в те времена Когда уже все, в принципе, было Можно Ну, мне, в принципе, было проще Потому что я целый год работал Звукорежиссером в коллективе Меня взяли звукорежиссером туда Мой первый самый концерт Выход на сцену Это был на юбилей Высоцкого В 97-м году Мы пели вот за меня невеста Тогда, честно Вот тогда я вышел на сцену Первый раз А потом я долго Целый год почти работал Звукорежиссером И у меня Ну, так как я пел Что-то И у меня было такое Пару выходов на сцену Из-за пульта Я выходил там Все это организовывал Выходил на сцену И пел Меня так объявляли У нас еще есть поющий звукорежиссер Я пел две песни А потом У нас был такой Руслан Казанцев Солист Потом его убрали из коллектива И мне вот просто так раз И пришлось выйти на сцену И тащить всю эту Половину репертуара С Сережей Купликом Ну, сначала Страшно было Страшно? Конечно И причем Самая первая гастроль Дед Руслан Она была в Америку И вообще По себе немножко, конечно, было Ну, это из огня Да в полы Учат плавать Привыкается все Практика Во всем Ясно Насколько тяжело было Или легко Не знаю Все-таки Михаил Исаевич Продвигать был этот проект На радио На телевидении Потому что Выдвинуть Лесоповал На такую высоту На которую он был поднят Это Ну, это подвиг Это нужно было действительно Иметь Очень серьезные Аргументы Убеждения Чтобы людям доказать Что это действительно нужно Что это имеет место быть Что это можно слушать Не только Тихонечко На магнитофонах Дома На кухнях Как это было раньше А что это действительно Это интересно Это шоу И то, что это берет за душу Ну, на телевидении В принципе Нас И нету Нас, в принципе, нигде не крутят И никогда не крутили Ну, и тем не менее Все-таки Лесоповал Это непререкаемая Скажем так Авторитетная единица Которая Ну, гастроли После После Лесоповала Ну, как просто Грибы После дождя Начали появляться И один, и второй коллектив Другой вопрос То, что Музыкальная форма И форма подачи вашей Она, конечно Разнится По отношению Ко многим Другим коллективам Я не принижаю никого Но, в принципе Это видно И очевидно Учитывая В свое время Нам очень Помогла такая ситуация Нас Михаил Исаевич договорился Нас пригласила Алла Пугачева На рождественские встречи Мы сняли с ней Спели две песни Совместно Еще спели Менты Там в Кремле Как-то называлась Программа ихняя И там тоже Мы с Аллой Борисовной Спели малолетку И это дало Очень большой толчок А, кстати, как Органы внутренних дел Милиции относятся Я вам скажу С большой любовью Серьезно Без всякой иронии Не, на самом деле У нас в зале Очень много Милиции И друзей у нас Очень много Из милиции Нормально к нам относятся И прокуроров у нас Много на концерты А приходилось ли Когда-нибудь Кому-нибудь Из коллектива Ну, грубо говоря Козырять тем Что, вот Ну, пользоваться Своим служебным положением Ребята, если С повалом Помогите, пожалуйста Делать тот-то Или, например Товарищ гаишник Ну, вот Бывает с гаишниками И то Очень редко Не из-за того Что мне все по барабану И я езжу Как хочу А именно бывает Когда опаздываешь на концерт А ездить у нас в Москве Все вы знаете Как легко И бывает Что нарушишь И то Там не сплошная Не скорость А где-нибудь Под знак Заедешь Только из-за этого И начинаешь Объясняться Извините Даже попросить Иногда приходится Попустите Пожалуйста Слушай, мы опаздываем А так Да вообще С пониманием Относится Не все Но в основном Нормально Ясно В каких отношениях Лесоповал Лесоповал И ушедший Из коллектива Сергей Куприк Куприк, Казанцев Ну, со мной По крайней мере Сергей не общается Я не знаю Вот может Он с Вячеславом Общается Они недавно Встречались Иногда Сосваниваемся Сосваниваемся Встречаемся Редко Но бывает А с Русланом Я познакомился Я уже не помню В прошлом Или позапрошлом году Он пришел на концерт И я в первый раз С ним В общем-то Поговорил До этого Я просто его не знал Только визуально Ясно Ясно Но то, что В Лесоповале Работают профессионалы И работали Мне кажется Тут двух мнений Быть не может Я хотел бы Несколько слов Ну, Стас С тобой, наверное О Сергее Кружукове Личность Удивительная Личность Трагическая И очень интересная Действительно Когда слушаешь Песни в его исполнении Душа рвется просто Были ли какие-то Ну, вот я не знаю Есть такие люди На которых смотришь И понимаешь Что они идут Вот по какой-то По краю По грани По лезвию ножа Не было ощущения По отношению К Сергею Вот такого Что что-то там Вот в душе Не то Что чуть-чуть Я его, к сожалению Лично не знал Это вот Володя Опять же С Веней Его знали Я его лично Не знал Ну, по песням По концертам У меня практически Все его видеозаписи есть По взгляду видно Что человек Вот именно так И все делал Работал он Просто супер Для меня это По сегодняшний день Это кумир Номер один Из русских Исполнителей Мужских Это супер человек Он исполнял И сочинял песни Он просто гениальный мелодист У него столько песен Романсы Ну Я слышал Некоторые романсы Действительно Там до слезы пробивает И всегда будет Да Та манера Которую он задал Она передалась Я имею ввиду Вокальная Вот тебе Допустим Ну вот я Да, естественно Вам очень много Кстати Я стараюсь Его поддерживать Быть похожим На Куржукова Я считаю Это за честь Давай послушаем Следующую песню Форточка Форточка Это также Новая песня С нашего Альбома С шестнадцатого Который должен Вот скоро выйти Мы женились не раз и не разу Это сказки из детских времен Не бывает любви Не бывает любви по заказу Я в тебе оказался влюблен Что-то я из чужого альбома Под гитарку тебе напевал Из приличного дома, девчонка Я в приличных домах Я в приличных домах не бывал А в отцелении Любовь Имеют мою фоточку А как попасть в приличный дом А как попасть в приличный дом А только через форточку А как попасть в приличный дом А только через форточку Пописали любовь и остыла Её не вернёшь, не зови И прости, если ты не простила Нестыковочку нашей любви Не удержишь И рвётся И уже не вернуть Ничего Из приличного дома Девчонка Облюбилась Совсем не в того А в отцелении Любовь Имеют мою фоточку А как попасть в приличный дом А только через форточку А как попасть в приличный дом А только через форточку А в отцелении его Имеют мою фоточку А как попасть в приличный дом? А как попасть в приличный дом? А только через фоточку А как попасть в приличный дом? А только через фоточку Матери Мать родная, это ладно, а как в баню прихожу, Слева Ленин, справа Сталин, ну на этой чем сижу? А у меня у очки дарит татуерочки, Волокет меня за них мур, как на веревочке. Вызывает меня опер, я на опер смотрю, А вот эти два портрета отрубите, говорю. А у меня у очки дарит татуерочки, Волокет меня за них мур, как на веревочке. А у меня у очки дарит татуерочки, Волокет меня за них мур, как на веревочке. Я с воровочкой блондинкой, раз проснулся на заре, А у ней на белом теле больше слов, чем букваре. А у меня у очки дарит татуерочки, Волокет меня за них мур, как на веревочке. А у меня у очки дарит татуерочки, Волокет меня за них мур, как на веревочке. А у меня у очки дарит татуерочки, Волокет меня за них мур, как на веревочке. А у меня у очки дарит татуерочки, Волокет меня за них мур, как на веревочке. А у меня у очки дарит татуерочки, Волокет меня за них мур, как на веревочке. А у меня у очки дарит татуерочки, Волокет меня за них мур, как на веревочке. Как на берёвочке А у него улочки Дарит татуя рочки Волокёт его за них мур Как на берёвочке Ищи ли давай! Хоп! 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 Всё! Группа Лицы Павлов у нас в гостях, дорогие друзья, Продолжаем наш концерт, продолжаем наш разговор Ну, наверное, к Стасу вопрос Стас, выйди, пожалуйста, немножечко вперёд В 98-м году Это я прочитал интервью У вас на сайте С Михаилом Саевичем, естественно Вопрос был такой Что дарит Михаилу Саевичу? Вот, он говорит Дарит всякую Ну, обычно в его ключе Всякую фигню То, что нужно Не подарили даже на день рождения Корреспондент А что подарили вам ребята Из Лесоповала? Он говорит Эти вообще, говорит, меня ни во что не ставят Говорит, не подарили ничего Говорит, мало того Не уважают, пишет деда Потому что решил А! Как же там сейчас, секундочку Вообще хотят, говорит Уйти от меня Говорит, я им предложил взять девушку Катю Огонек Вот, они говорят Не нужен нам лишний груз Потому что весь коллектив Будет работать на алименты После этого Было ли такое? Или это байка? Что касается именно вот этих слов Я это просто плохо помню Потому что я только пришел в коллектив И как-то во всю кухню такую Конкретную Был недоступен просто Ну вообще, что касается Михаила Саевича Это был человек с великим чувством юмора И хохмел на каждом шагу Поэтому это не А что могут мужчине мужчине подарить? Мы дарили огромный букет цветов на день рождения Приходили стартами Ясно Были ли разногласия у коллектива С Михаилом Саевичем По поводу текстов Может быть, что-то ритмически не ложилось Что-то как-то Или Никогда не было Просто бывало так Что мы иногда не всегда понимали Вот этой фени И что это значит Мы просто Иногда спрашивали Михаил Саевич, а что это значит Она нам объясняла просто Ну сейчас словарь-то, в принципе, обогатился ваш Уже не надо ничего объяснять Почти все понимали Почти все, да Ясно А в группе много музыкантов Ну, соответственно, я думаю Что немало композиторов В принципе Каждый человек Владеющий инструментом Тем более музыкант А у вас, по-моему, у всех образование И образование серьезное Насколько я знаю Каждый музыкант В принципе Потенциальный композитор Было ли так, что Михаил Саевич дает Текст Или вы просто выбираете Там, ну, кучу текстов И возникает на одной песне Несколько мелодий Нет, такого никогда не было Был Саша Федорков Он, да, он писал много песен Начиная с пятого альбома И вот по его уходу Буквально по запрошлому году Он очень много песен писал А так нет Это совсем не обязательно Что музыкант Он потенциальный композитор Это божий дар Можно изобретать Как это в каком-то фильме Мелодию надо не сочинять А изобретать И это ерунда полная Можно представить целый день И ничего в голову не приделать Ясно Ребят, вот Самый любимый ваш альбом И самые любимые песни Из всего того, что вы исполняете Или трудно определить? Сложно Они очень много хороших песен Они практически все хорошие И все мы их, естественно, любим И они не похожи друг на друга Как можно песню одну сложно выделить Ясно В нынешнее время Да, в принципе, всегда Так было Заказчики Они же Ну, как бы посредники Между самим заказчиком И артистом Есть такие люди Которые организовывают концерты Приглашают Коллектив-то не маленький Вот Были ли просьбы с их стороны Или как бы Такие условия Чтобы не весь коллектив А минимум Очень редко Это бывает Очень редко И на каких-то просто Клубных выступлениях Ну, это последний раз Я даже не знаю, когда это было И то у нас все остальные У нас ребята все равно Получают зарплату Которые не едут Ну, действительно Если не могут Десять человек обеспечить Костинцы, там, билетами Бывает бюджет маленький Дело в том, что есть такие артисты У которых У одного артиста Гонорар составляет Наверное Раза в три больше Чем у всей группы Лисоповал Поэтому я не думаю Что это большая проблема Понимаете Их приглашают Этих артистов А Лисоповал Ну, билеты на самолет Ну, это очень редко Это вся проблема Очень редко Конечно Кто придумал униформу Вот эту вот С брендом Лисоповал Ну, как-то мы вместе Сочиняли, да? Ну, да Что-то Эти маленькие Думали 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 Две Они совершенно недавно Появились у нас Стас, можете попросить Повернуться спиной Я понимаю, что спиной Нельзя поворачиваться К зрителям Но все-таки Чтобы показать Что и Это Михаил Исаевич В молодости Да, это молодой Вот как раз Люди-то То самое время На сцене висит у нас Да, когда он был Как раз в лагерях, да? Да Предлагаю послушать Следующий блок песен Птичка Синяя Эта песня Также из нашего Нового 16-го альбома Готовящего Сейчас к выходу Я как-то жил И до тебя Ни от чего Не отрекаясь Любя А чаще Не любя Любя А чаще Ошибаясь А после Вдруг В каком-то Сне Ты мне Неясная Явилась Как приворот Как свет В окне И сразу Все Переменилось И случилось То, что Раньше Не случалось Но приходит Но приходит Если очень захотит Птичка Синяя В окошко Постучалась И твоим голосом Сказала Полетит Полетит И я решил Что я смогу И что и я чего-то стою У синей птички на снегу Перо с отливом Золотое И я летаю Невесом Себе и верю И не смею И обо всем Об этом всем Сказать словами Не умею И случилось То, что Раньше Не случалось Но приходит Если очень Захотит Птичка Синяя В окошко Постучалась И твоим Голосом Сказала Полетит Не то, что ты Красивше всех Не то, что ты Вернее и строже А просто ты Признаться грех На всех На прочих Не похоже И случилось То, что Раньше Не случалось Но приходит Если Очень Захотит Птичка Синяя В окошко Постучалась И твоим Голосом Сказала Полетит Полетит Твоим Голосом Сказала Полетит Твоим Голосом Сказала Полетит Но следующая песня Называется Опыт Жизни начала Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok В ошибках призывали нас учиться А ведь этого могло и не случиться А как только невзначай оно случалось Поучиться поздновато получалось Опыт жизни, он во вред или во благо Накануне, опрометчивого шага А наверно не во благо, не во вред Потому как опыт есть, а толку нет Ошибались мы А как не ошибиться, ушибались мы А как не ушибиться, мы и дальше Как на кончике иглы, ушибаемся об острые углы Опыт жизни, он во вред или во благо накануне Опрометчивого шага, а, наверное, не во благо, не во вред Потому, как опыт есть, а толку нет Опыт жизни, он во вред или во благо накануне Опрометчивого шага, а, наверное, не во благо, не во вред Потому, как опыт есть, а толку нет Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Группа «Лесоповал» сегодня у нас в гостях В программе к нам приехал на телеканале «Ля Минор» Господа, кто сейчас пишет музыку для «Лесоповала»? Ну, последние несколько лет у нас как бы сложился Такой набор композиторов, которые к каждому альбому В принципе неизменяемые, они пишут песни Это Саша Добронравов, Игорь Демарин, Игорь Слуцкий, Аркадий Укупник, Илья Духовный и Илья... Виталий Кокорков И вот новую песню у нас Игорь Олег написал Ясно Когда был самый плотный концертный график на вашей памяти? А в принципе они каждый год повторяются Есть сезон, вот осень и весна У нас с осенью начинается Подмосковье, как правило Плотные такие концерты и поездки И также весной Есть провал в январе Ну, январь, да, это идёт ёлки После новогодней каникулы, то есть там работы не бывает И летом, вот это лето всё-таки почувствовался, вот этот кризис Тоже по вам ударил Почувствовался, да Последнего года 3-4 была получше работа Вот это лето немножко послало Было чувствительное Ясно Я, кстати, не думал задавать вопрос Но когда увидел вот этот вот чудный балетный вот этот вот прыжок В начале нашей программы Я не знаю, как назвать Потому что, в принципе, в балетной хореографии Я, честно говоря, в формулировке не силён Были ли случаи розыгрыша? Когда один прыгает, то другой, допустим, не ловит Это же жестоко Нет, ну это я жестоко утрирую Вообще розыгрыши в лесоповале практикуются Ну а как же? Нет, ну если от этого не калечится человек, то, конечно, бывает Приколы с этим Ну случается, случается иногда у них Нет, ну это хорошо Это хореографический, скажем так, момент А вот, ну вообще, в коллективе разыгрываете друг друга? Ну редко, наверное, да В общем, бывает, бывает иногда Ну вот один из... Да, ну так Ну просто, если человек не готов, он может и обидеться И обидеться, и слова забытили Что-то такое, да Ну на зеленке Ну на зеленке, да Обычно вот на зеленом концерте Бывает, конечно, много чего Случается Какое самое экзотическое место концерта вы вспомнить можете? Зона, наверное Зона, экзотика Для нас это экзотика, конечно Потому что никто из нас там, слава богу, не бывал Да, скорее всего Только вот на концертах Ну в последнее время редко Ну поэтому, в общем-то, экзотика Ну вообще покатались по зонам или... Да, бывало Бывало Ясно Какой самый пафосный был, самый шикарный прием группы? Можете ли вспомнить? Ну смотря, что имейте в виду Если вы имеете в виду, как зрители воспринимают в зале? Нет, нет, я имею в виду, допустим, там Бенкли около самолета стоит А, ну было в каком-то городе Там девушек эскорта 18 километров Концерт был на стадионе И там на катере подвезли сначала Высели на береги Потом на лимузине с этого катера к сцене подвезли Что-то мы сами не поняли Это было очень сложно, как-то неудобно Мне запомнился еще концерт, по-моему, в Хабаровске Когда нас принимали очень шикарно Там был человек, хозяин ресторана, по-моему Или еще чего-то, в общем-то, я точно не могу сказать Но нам накрыли такой стол, что мы до сих пор его помним, да, ребят? Это где, в Хабаровске? К сожалению, не помню, как зовут, в Хабаровске, да, этого человека Большой привет ему хотели передать Он очень любит группу Лесоповал И настолько нас хорошо принимали, что мы до сих пор вспоминаем добрым словом Это звучит, как это, заявка по радио А Васе Пупкину, который забыл свой кошелек с пятью тысячами долларов Передайте огромный привет, благодарность И песню для него, там, это, филичитай или там валенки Ну, вы знаете, мы в Хабаровске не так часто бываем Я думаю, этот человек поймет Не, ну, вообще, Приморский край, он вообще славится этими кулинарными-то всевозможными штучками И пельмени там особые, и всякие морепродукты Я напомнил еще, у этого человека пивоваренный такой заводик И мы фотографировались там как раз вот на фоне этих бочек красивых, вот такие там блестящие Вот, так что вот еще одно уточнение, так что он поймет Ясно Ну, а следующей песней в нашей программе будет «Речка» и «Деревенька» Это две разные песни «Речка» и «Деревенька» Согласно ритма заведенного у нас в Ростове-на-Дону Мы шли по улице Буденного, а и на тело, и в тюрьму И вот сидим на речке Талица Крестом зачеркивая дни С рога хоть как они не тянутся А и кончаются они А речка Талица В лесу затеряна Красы не писаной Длины немеряной А зона строгая На речке Талица А кто откинется А кто останется А жизнь хоть где не прерывается Весна похожа на весну И наша речка разливается Как дом в Ростове-на-Дону Дождемся дня заговоренного Когда мой срок уйдет ко дну И я по улице Буденного Пойду В Ростове-на-Дону А речка Талица В лесу затеряна Красы не писаной Длины немеряной А зона строгая На речке Талица А кто откинется А кто останется А зона строгая На речке Талица А кто откинется А кто останется Талица Ещё одна лирическая песня Она называется Деревеньки окрестные Как-то жили Полстраны было в лагере, Остальные конвой. А в церквях не в нарошечку, Спросив колокола, Мы хранили картошечку. Ну, покуда была Деревеньки окрестные И тассоны три шага, А и зэки, и местные, А мы все из ГУЛАГа. Деревеньки окрестные, А мы все из ГУЛАГа. А за жизнь окаянную Никого не виню. Прашку ставили пьяную, Мы к Михайлову дню. И стучали на бедного, Убежавшего в лес. И давали забеглого Нам на юбку отрез. Деревеньки окрестные, И до зоны три шага, А и зэки, и местные, А мы все из ГУЛАГа. Деревеньки окрестные, А мы все из ГУЛАГа. Деревеньки окрестные, А мы все из ГУЛАГа. Деревеньки окрестные, А мы все из ГУЛАГа. Так и жили и ладили, Мы промежду собой. По страны было в лагере, Остальное конвой. Серьезные темы были подняты Михаилу Александровичем Таничем в песне группы «Лесоповал». Вы знаете, друзья мои, не могу не процитировать строчки Михаила Александровича. «Вспомним, не вставая, потому что поэты живут, пока их читают и пока поют их песни». Появились ли трудности в организации больших концертов, в ротациях на радио после ухода Михаила Александровича? Ну вот, наверное, скорее всего, последнее в ротациях и в организации, потому что все-таки Михаил Александрович был очень решительный и прямой человек. И у него это как-то быстро все решалось и организовывалось. Я думаю, Лидия Николаевна поймет фишку и все это будет нормально. Ясно. Что сами слушаете, господа музыканты? По-разному, по-разному. Все по-разному. Я, например, очень уважаю джаз-рок и слушаю много такой музыки, когда есть время. А вообще, в принципе, я люблю качественно сделанную музыку, любую. Ну, Майкла Джексон нельзя назвать джаз-роком, однако что я вот люблю, потому что, ну, качественно. Качественная попса такая. Ну да. Король поп-музыки, кстати. В любом смысле все очень хорошо, все очень крепко. Да. Ну что, я не знаю, сколько сделано им еще в 80-е, до сих пор, по-моему, по качеству переплюнуть мало кто может. Стас, твои приоритеты какие? Ну, в принципе, то же самое. Рок, хард-рок, джаз-рок. Ну, я еще люблю очень классическую музыку. Я в консерваторию периодически езжу на концерты симфонические. Мне нравится само звучание вот у вас симфонического оркестра. Ну, как бы я на классической музыке воспитан. Я ее много слушал, занимался. Я как-то бывал в Питере, в Мариинку попал. И просто так получилось, что около оркестровой ямы оказался. Когда я вижу, что там четыре контрабаса, сколько, восемь скрипок, виолончели. Вот. Тоже много. Штук шесть или семь. И вот эта вот густота, вот эта вот энергетика... Никакая аппаратура это не воспроизведет. Живой оркестровый звук – это что-то просто. Это надо слышать. Да, это магия, это волшебство действительно. Абсолютно. Густой, энергичный звук. Ну и что, друзья мои, в заключение нашей программы остались, ну... Хотелось бы сказать, языком тогда группы Лесоповал, наверное, Козырные, кормилицы. Я куплю тебе дом. Как я плясал мальчишкой для вояк, и прочих пассажиров на вокзале. Как я плясал мальчишкой для вояк, и прочих пассажиров на вокзале. Чечёточку плясал я кое-как, Но деньги в шапку всё-таки бросали. Два притопа, три прихлопа Пролетают проезда От судьбы куда я денусь И не делся никуда И другого, и другого У судьбы не попрошу. А как вышел, а как вышел, Так всё в общем и пляшу. Выделывая эти ча-ча-ча, Смотрел я, как солдат на карауле. На шапку, чтобы лохи сгоряча Все денежки мои не умыкнули. Два притопа, три прихлопа Пролетают поезда От судьбы куда я денусь И не делся никуда И другого, и другого У судьбы не попрошу. А как вышел, а как вышел, Так всё в общем и пляшу. Плясал и пел по чей-то Смех и свист. И был он этот мой Однофамилец, В своей семье заслуженный Артист, И некоторым образом Кормилец. В своей семье заслуженный Артист, И некоторым образом Кормилец. Два притопа, три прихлопа Пролетают поезда От судьбы куда я денусь И не делся никуда И другого, и другого У судьбы не попрошу. А как вышел, а как вышел, Так всё в общем и пляшу. Два притопа, три прихлопа Пролетают поезда От судьбы куда я денусь И не делся никуда И другого, и другого У судьбы не попрошу. А как вышел, а как вышел, Так всё в общем и пляшу. И другого, и другого У судьбы не попрошу. А как вышел, а как вышел, Так всё в общем и пляшу. В общем и пляшу. Я куплю тебе дом И с любовью мы посадим сирень Под окном заведу голубей И с тобой, и с любовью мы посадим сирень Под окном А белый лебедь на пруду Качает павшую звезду На том пруду, куда тебя я приведу А белый лебедь на пруду Качает павшую звезду На том пруду, куда тебя я приведу А пока, Николай, ни двора и ни сада Чтобы мог я за ручку тебя привезти Угадаем с тобой Самому мне не надо Наши пять номеров Из шести Угадаем с тобой Самому мне не надо Наши пять номеров Из шести А белый лебедь на пруду Качает павшую звезду На том пруду, куда тебя я приведу Мало шансов у нас Но мужик-барабанщик Что кидает шары Управляя ладом Мне сказал номера Если он не обманщик На которые нам выпадет дом Мне сказал номера Если он не обманщик На которые нам выпадет дом А белый лебедь на пруду Качает павшую звезду На том пруду, куда тебя я приведу А белый лебедь на пруду Качает павшую звезду На том пруду, куда тебя я приведу На том пруду, куда тебя я приведу Группа Лесоповал, дорогие друзья Стас Ты сказал или Слава сказал Я уже не помню Что записан шестнадцатый, по-моему Да, конечно Причем записано песен двадцать уже И из них мы собираем двенадцать песен На шестнадцатый альбом Песен мы постоянно работаем И пишем очень много Трудно ли из двадцати выбрать лучшие двенадцать? Ну, во-первых, у нас как бы такая установка Потому что этот альбом будет первый После Сергея Куприка То, что он был двенадцать лет И в этом альбоме уже его не будет То есть мы к этому достаточно щекотливо относимся Чуть-чуть вперед И надо, ну, как говорят, стрельнуть Чтобы отряд не заметил потери Ну да, момент-то, честно говоря, такой достаточно ответственный Мы выбираем хорошие песни Как бы подберем Много ли стихов оставил после себя Михаил Сайч С которыми можно работать? По словам Лидии Николаевны Еще альбомов на пять-на шесть где-то Ясно Какой концерт, я не знаю Будет ли приурочен какой-либо концерт Ну, вот, к выпуску вот этого? У нас каждый год В связи с выпуском альбома У нас постоянно презентации происходят Или в Театре Эстрады Ну, раньше в России Россию сейчас сломали В Театре Эстрады в прошлом году Каждый год абсолютно Хорошо сголос Сейчас Россию сломали Как правило, мы приурочили Значит, Театре Эстрады Приурочили к дню рождения Михаила Сайч Это обычно мы стали в сентябре делать Ясно Ну, предлагаю озвучить весь состав еще разочек А я поаплодирую Да и все вместе, каждому Константин Родионов Друзья мои, поддержите Владимир Алипов Саша Лышаков Вениамин Смирнов Владимир Соловьев Вячеслав Ильичковский Стас Волков Дорогие друзья, и все это группа Лесоповал До свидания Смотрите нас всегда Счастья вам Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok